по вере вашей дано вам будет рассказ священника это случилось в бердске в 1987 году пришла в храм молодая женщина батюшка мамочку выписали из онкологической больницы чтобы ей умереть дома никакие лекарства уже не помогают надежды никакой нет мама просит исповедовать ее по соборовой приготовить к смерти пришли к этой женщине она уже с постели не встает три подушки под спиной лежит вся пухшая синяя или разговаривает я ее исповедовал по соборовых причастил спрашиваю молитвы знаешь знаю три молитвы отвечает она читай молитвы говорю больной можешь хотя бы раз в день прикреститься и того достаточно и господь тебя если будет на то его святая воля исцелит а снохи дочки наказал вы ее не беспокойте все нужное для ухода делайте тихо незаметно вопросов и не задавайте пусть только молится без всяких помех через два месяца приходит дочь сноха этой женщины я их не узнал сначала вижу что лица знакомые а не вспомню где их видел батюшка помните вы у нас были сказали они заплакали тогда их вспомнил по голосам подумал что-то случилось случилось чудо говорю дочка мама исполнила все что вы ей сказали читала молитвы непрестанно теперь она поправилась и послала поблагодарить вас я говорю не меня надо благодарить а бога действительно только господь мог совершить то что произошло с этой женщиной она была на учете в онкологической больнице каждый день приезжали к ней делать обезболивающие уколы смотрят опухоль спала трупный запах исчез больная стала поправляться начала кушать разговаривать ходить больницы взяли анализ никакого рака не обнаружили удивились быть такого не может чем вы лечились женщина рассказала что призывала батюшку исповедовалась причастилась стала молитвы читать вот и начала поправляться сейчас мама уже молится стоя поделились радостью ее дочь и сноха кипела лампадку у нас доме теперь иконы висят вот вам факт как действует исповедь причастие и молитва не сами по себе конечно а по вере вашей по воле господа рассказ про теория валентина берегова